Делать проколы. Этот укол будут делать необычному пациенту. Андрей Моченцов приготовил шприцы вату для святого князя Федора. Икону с таким названием реставратор Радищевского музея сейчас восстанавливает. Делает прокол и вводит клей под облупившиеся участки. Реставрацию сравнивают где-то с медициной. Сейчас у Андрея Моченцова курс лечения проходит 9 икон. Для них у реставратора всегда на готове скальпель, утюг и мешок с дробью. Последний нужен для веса. Под его тяжестью с дерева выходит влага. Мы с песком используем мешки, но это конкретно здоровье. Это изображение святого князя вздулось и усохло со временем. Хотя икона обитала в комфортных условиях Радищевского музея. В зале плюс 18 градусов и влажность воздуха 55%. Те же лики святых, что находятся в церкви, страдают больше. Сквозняки, перепады температуры, а вот возраст им играет на руку. Правда, если произведение искусства родом не позже 17 века. Чем старше, тем легче. То есть вот все, что старше 17 века, с этим работать одно удовольствие. С развитием технологии, скажем так, ремесло постепенно утрачивается. В 19 веке вообще много экспериментировали. В зале православного искусства Радищевского музея – это самый большой иконостас. Он состоит из 30 икон, каждая из которых уже восстанавливалась. Через неделю на свое место с реставрацией вернется и князь Федор. Сюда на днях вернулись с реставрацией две иконы. Теперь в Духосошественском соборе все на своих местах. Изображения Божьей Матери не восстанавливали, подправили только киоты. Это позолоченное обрамление ликов. Процедура заняла три месяца. Эти иконы пробыли у нас уже 64 года. Они находились в алтаре, висели там. Но, конечно, они уже немножечко потеряли, может быть, какие-то качества. Этого возвращения прихожане и священнослужители ждали с нетерпением. Эти две иконы здесь с основания собора. И его стены они покидали впервые. Надежда Новикова, Валерий Богословский, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.